Добрый вечер. Давайте сначала проверим связь. Спасибо. Тема у нас сегодня МПВС, МПВП, основные идеи, виды, показания и противопоказания. Нестероидные противовоспалительные препараты, их еще называют МПВС, сокращенно либо МПВП, это лекарственное средство, которое обладает обезболивающими, жаропонижающими, противовоспалительным чектом. Механизм действия основан на блокировании определенных ферментов, цикла оксидиназа. Они отвечают за выработку просто гладинов, химических веществ, которые способствуют воспалению, хоратки и боли. Значит, МПВС, да? Ну, МПВП у нас уменьшает два основных неприятных симптома заболевания, в отличие от анальгетиков, это боль и воспаление. Большинство препаратов являются неселекционными ингибиторами фермента цикла оксидиназа и подавляя действия обоих из-за форм разновидностей цикла 1 и цикла 2. Цикла оксидиназа у нас отвечает за выработку просто гладинов и тромбоксана из арахидоновой кислоты, которая, соответственно, в свою очередь получается из фосфолипидов клеточной мембраны за счет ферментов с фосфолипазой. Существует несколько путей окисления свободной арахидоновой кислоты. Первый путь – это циклооксидиназный путь, а также липооксидиназный путь, который связан с выводкой лейкоклиентов. В организме животных у нас вырабатывается циклооксидиназа трех различных форм. Первый – это ЦОК-1 в конституционной физиологической циклооксидиназе. Она участвует в регуляции физиологических функций желудка, почек, сосудов. Ее выработка усиливается при процессах воспаления в тканях. Синтезируется она во всех тканях организма постоянно. ЦОК-2 – это индуцируемая физиологическая циклооксидиназа. Принимает она активное участие в развитии воспаления и контроле клеточного деления. Также в норме присутствует во всех клетках организма, но на фоне воспаления уровень ее возрастает в несколько десятков раз. ЦОК-3 обнаружена в тканях лабораторных животных. Фигурирует она в синтезе простагландинов, играет роль в развитии боли лихорадки. Она не принимает участие в развитии воспаления, в отличие от ЦОК-1 и ЦОК-2. В зависимости от воздействия действующего вещества на цикл оксидиназа, различают 4 группы нестероидных противовоспалительных средств. Первое – это неселективный МПВС, второе – это средства с преимущественным угнетением ЦОК-1, третье – средства с угнетением ЦОК-2, и четвертое – это селективный МПВС, который ингибирует ЦОК-2. МПВС относится к соединениям различной химической природы, и для продуктивных животных, например, применяется на основе карбоксиловых кислот, также инолиновых кислот применяется, и производная инолина. Действующие вещества МПВС – первое – это цитилсалициловая кислота, которая относится к соединениям карбоксиловых кислот из группы салицилатов. Она оказывает противовоспалительные, анальгизирующие и жаропонижающие действия, а также препятствуют тромбообразованию. Ее обезболивающие действия обусловлены двумя механизмами – периферическими и центральными. Жаропонижающий эффект воздействует на выработку лейкоцитами, эндогенного пирогена и усилением теплоотдачи. Китопрофен 2 – это производная рилпропеиновой кислоты, является неселективным ингибитором цикла оксигеназа, и также обладает выраженным противовоспалительным, жаропонижающим, анальгизирующим действием и подавляет агрегацию тромбоцитов. Китопрофен стабилизирует лизосомальные мембраны и вызывает угнетение активности нейтрофилов у животных, у которых артрит. Широко применяется китопрофен в заболевании опорно-двигательного аппарата. Это артриты, артрозы, вывихи и так далее. Карпопрофен – производная пропионовой кислоты. Начнем тоже к конкурсности. Он угнетает ток-2, пасфолипазы, не оказывает влияния на синтез физиологических простолгандинов и обладает анальгизирующим противовоспалительным действием. Он в основном используется для сельскохозяйственных животных, но также для лошадей. Флуниксин – меглумин. Он у нас относится к МПВС последнего поколения и разработан специально именно для ветеринарии. Является производным никотиновой кислоты. Оказывает противовоспалительное, анальгизирующее, антитоксическое и жаропонижающее действие. Применяется тоже в основном для сельскохозяйственных животных. Это крупнорогатый скот, лошади. Мелоксикам относится к соединениям производных иноликовой кислоты, оказывает противовоспалительный, обезболивающий, жаропонижающий эффекты. Он снижает ликоцитарную инфильтрацию воспалительных тканей, также угнетает агрегацию тромбоцитов и блокирует выработку у животных тромбоцитов. Это производная пирозолона. Относится к неселективным ингибиторам. Он действует в течение длительного времени, применяется в качестве противовоспалительного, анальгизирующего, жаропонижающего средства. Как у всех групп препаратов, есть побочные эффекты. Если длительно назначают МПВС и высоких дозах, то МПВС могут вызывать нарушение работы нервной системы, это когда идет дезориентация, может быть апатичность, ухудшение зрения. В частности, с людьми настроение меняется, головокружение. Со стороны работы сердца и сосудов могут появиться отеки, увеличение давления, также сердцебиение. Гастрит, как побочный эффект, язва, перфорация, желудочно-печечное кровотечение, диспептические нарушения, изменение также функции печени, с увеличением активности печаночных ферментов. И аллергические реакции. Это может быть крапивница, дерматиты, анафилактический шок и бронхиальная астма. Также почечная недостаточность и нарушение мочеиспускания. Поэтому МПВС рекомендуется проводить в течение минимально допустимого времени и придерживаться рекомендуемых дезирол. Иногда минимально назначают. Основными показателями применения нестероидных противовоспалительных препаратов относятся у нас артриты, остеоартриты, парадонтозы, остеопорозы, снятие болевого синдрома при дисплазии, например, также после каких-то восстановительных операций на суставах. МПВС позволяет уменьшить дозу глюкокортикоидов. Некоторые МПВС можно применять, но не все, если применяется совместно. Ну это, например, с ремодилом. Для, ну, какие-то сложные операции были на суставах. Также его могут назначать после применения глюкокортикоидов. Использование МПВС в ветеринарной практике при лечении остеоартритов можно достигнуть таких целей, как, соответственно, снижение боли, уменьшение воспаления, повышение уровня активности животного, улучшение подвижности сустава, также улучшение качества жизни животного и предупреждение дальнейшей дегенерации суставного хряща. При лечении компрессионных заболеваний позвоночника можно применять МПВС, ну, только желательно при первой и второй степени неврологических расстройств. Значит, единственное, необходимо животное обездвижить как можно больше. Если животное не обездвиженное и не находится в клетке в тесной, то, в принципе, они могут быть противопоказаны. В третьей и пятой степени неврологических расстройств либо с любым видом паралича они могут быть неэффективны просто. И ремонтил, если применяет, то он после операции рекомендован для быстрого восстановления и реабилитации. Противопоказания. Значит, вид животного значения имеет так же, как и возраст. МПВС не рекомендуется для животных младше 6 месяцев. Значит, Дальше Могут быть тяжелые последствия, если назначать применять кортикостероидами и совместно с аспирином. Понятно, что усилится кровотечение и могут возникнуть язвы. С осторожностью назначают, если проводится лечение с препаратами, где применяют от давления, так же с мочегонными и при химиотерапии. Поэтому, если назначили и необходимо добавить какой-то препарат, который не рекомендуется либо поменять, то желательно выждать несколько дней для того, чтобы ввести следующий препарат. Также с осторожностью назначают животным, у которых есть бронхиальная астма, так как могут быть нежелательные последствия с сердечной недостаточностью. И у старых животных можно назначать сначала минимальные дозировки, но потом переходим нормально и короткие в течении, придерживаются коротких курсов лечения. Какие реакции могут быть у нас? Ну, самое первое это реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Это высокий риск развития кровотечений. Значит, при применении поражения как раз-таки могут чаще всего возникать в желудке и вызывать язву либо кровотечение. Значит, для того, чтобы улучшить переносимость НПВС, есть несколько правил, которые можно придерживаться. Это первое одновременное назначение препаратов, которые защищают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Например, амепрозол либо мезопростол. Также изменение тактики применения НПВС, это, например, снижение дозы, прием кишечно-растворимых лекарственных форм, использование пролекарств и переход, например, на паранатуральное питание или введение препаратов. Также применение селекционных НПВС. Если есть какие-то побочные действия, например, развивается получение или я заживу, кто их отменяет, и тогда применяют противоязвимые препараты, продолжение может быть только через какое-то время, допустим, при артритее, если, да, и параллельно назначают препараты, которые защищают кишечный тракт. Так, они обладают микротоксичностью, гриботоксичностью, вторая нежелательная реакция. Значит, два основных механизма есть отрицательных, которые, ну, как влияние НПВС на почке. Первый, это путем блокады синтеза, простоциклина в почках, НПВС вызывает сужение сосудов и ухудшает почечный кровоток. Привести это может к шимическим изменениям в почках, также снижению клубочков инфильтрации и снижению объема диуреза. В результате чего происходит нарушение водно-электролитного обмена, вода задерживается, возникают отеки, также в сердке крови увеличивается уровень кретинина, давление артериальное повышается при этом. Второе, это НПВС оказывает прямое воздействие на паренхим и почек, вызывает нитрит. Чаще всего это устар животных. Следующее, это такие как гемотоксичность, значит, это одни из таких серьезных усложнений при применении НПВС, может быть, амминия и агрону, ацитоз. также значит, коллюкопатия, это когда развивается кровотечение именно желудочно-кишечный тракт, чаще всего гепатотоксичность, аллергическая реакция, я уже говорила, анефактический шок, либо это отек, квинки может быть, может быть, крапивница, бронхоспаз может возникнуть, но это если у животного, допустим, присутствует бронхиальная астма, то это может усугубиться. Если длительно применяют МПВС, то рекомендовано проводить контроль желудочно-кишечного тракта, если длительно применяют, то тогда каждый месяц, либо несколько месяцев проводят анализ скала на скрытый кровь. Следующее это проверяет почки, смотрят на наличие отеков, появились или нет, измеряют артериальное давление, также исследуют раз в три недели анализ мочи. Каждый месяц, либо несколько месяцев, ну до трех месяцев определяют уровень креатинина сыворотки в крови. Значит, при печи, ну контроль печени, назначают, значит, также следят за клиническими признаками, проявляются или нет, и каждый месяц, либо два-три месяца контролируют функции печени, сдают кровь. Значит, и органы кровотворения. Также клинический анализ крови где-то раз в две-три недели. Значит, правило назначения дозирования. Ну, первое, это необходимый индивидуальный выбор для препарата для пациента. Значит, выбирают наиболее эффективный препарат, тот, который будет на более лучше им переноситься. Неважно, ну, какой, да, какой чтет доктор необходимым. Значит, дальше дозировка. Если этот препарат новый для животного, первый раз применяется, то сначала желательно назначить минимальную дозу. Если же хорошо переносится препарат, то через два-три дня дозу повышать, уже повышают до нормы. Время приема. Значит, желательно принимать после еды, если это дозирование. Значит, если, допустим, для получения жаропонижающего эффекта, то можно назначить за 30 минут, либо через два часа после еды. Если это плетировано, и, соответственно, животным дают, и можно задать воды также. Значит, ремонт терапии, да. Значит, одновременно применение двух любых болей МПВС не следует принимать. По таким причинам, как первое, не доказано их совместное применение. И может снижаться концентрация препаратов в крови. Соответственно, будет приводить это к ослаблению эффекта. Настероидно-противостоятельный препарат, который применяется в ветеринарии. Значит, такие, как, например, витальгин, действующее вещество, это декорфенак. Он применяется для кошек и для собак. Выпускается в таблетках. Да, фенилбутазон, действующее вещество у него, фенилбутазон, также он в растворе для инъекций. Дальше, фенодин, флониксин у него, действующее вещество, но для сельскохозяйственных, для крупных животных, раствор для инъекций. Кетофен, действующее вещество, китопрофен, применяется как для кошек, так и для собак. Выпускается в таблетках и раствор для инъекций. Кликсопрофен, фониксин у нас в клиниках есть, он разный, раствор для инъекций, разных процентов, действующее вещество, китопрофен. Также, айнил, препарат, который содержит китопрофен, применяется для всех животных. китопрофен, китопрофен, только для сельскохозяйственных, и для раствор для инъекций. Аримадил, применяется для собак, выпускается как в таблетках, так и в инъекциях, содержит карфен, карфен, и рекарфа, применяется так же для собак, есть в таблетках и раствор для инъекций. Мелоксивет у нас, содержит действующее вещество мелоксикам, он у нас идет для кошек, для собак и для сельскохозяйственных животных. Он разделяется, раствор для инъекций, есть для сельскохозяйственных, есть для кошек, собак. Ансиор, это одно действующее вещество, у него коксиба, применяется для кошек и собак, выпускается в инъекциях, в таблетках, в таблетках инъекциях, применяется для кошек и собак. Дозировки у всех указаны в инъекциях, соответственно, придерживаться надо дозировки, либо сначала назначаем минимальный дозировок. Я по этому тоже. Ну, например, также со стороны почек может быть при использовании ПВС развитие почки недостаточности. и также как называется аллергическая реакция, то может быть аллергическая как называется при применении у старых животных возможны такие изменения, как цирроз печени. Также аптология почечная. Это предлительное в основном чаще применение. И все у меня. Если есть какие-то вопросы, не забывайте. Ну и также старые животные, они в любом случае относятся в группе риска, когда назначаются препараты МПВС либо именно со стороны желудочно-печечного тракта. Как возможно кровотечение и анемия развивается. И требует тщательного контроля во время применения в ПВС. Если есть какие-то вопросы, попробую их разобрать. Если вопросов нет, тогда я никому задержу. Спасибо за участие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.